Музыка Уважаемые жители республики, якутяне! Уже больше трёх месяцев мы вместе ведём битву с небывалыми лесными пожарами. Сегодня сражение вступило в решающую стадию. Огромными усилиями огнеборцев и жителей республики мы в эти дни добиваемся перелома в борьбе с огнём. В ряде районов Западной и Центральной Якутии прошли долгожданные дожди, в том числе вызванные самолётом-зондировщиком «Циклон». Но есть районы, где дождей нет или они совсем незначительны. Поэтому природа пока не даёт передышки. Битва за тайгу продолжается. В этом противостоянии мы не одни. С самых первых пожаров с начала мая нам оказывается беспрецедентная помощь со стороны федеральных властей. Сегодня в республике действует мощная группировка сил Рослесхоза, МЧС, Министерства обороны, задействована авиация и военная техника. Огромную поддержку нам оказывает президент России. Я докладываю Владимиру Владимировичу о меняющейся каждый день ситуации. Именно благодаря личному вниманию главы государства оперативно решаются многие важнейшие вопросы. Так, по нашей просьбе, президент поручил ускорить ввод отремонтированной излётно-посадочной полосы аэропорта Якутска. В ближайшие дни аэропорт сможет принимать самолёты Бе-200, и это, конечно же, ускорит тушение крупных пожаров. Уважаемые друзья, сограждане, перелом в борьбе с пожарами близок, я в этом уверен. Но это не значит, что мы полностью обуздали огненную стихию. Не надо думать, что, потушив пожары сейчас, мы гарантированно защищены от них предстоящие годы. Нам надо думать о будущем. Учёные всего мира констатируют ускорение процессов изменения климата и, прежде всего, в северных регионах планеты. Нашей реальностью становится резкое потепление, засушливость, таяние вечной мерзлоты, а значит, сильнейшие изменения всех экосистем. Повторю, это не просто чисто научные теории, это наша с вами реальность. И в этой реальности мы должны учиться жить. Нам надо научиться защищать людей, города и сёла от природных катаклизмов, научиться защищать природу, беречь нашу тайгу уже в совершенно новых условиях, совершенно новыми методами. Как это делать, ответы мы должны найти вместе с нашей наукой. Сейчас перед нами стоит много жизненно важных вопросов, важных для будущего. В первую очередь, нам надо добиться увеличения численности и усиления оснащённости специализированных лесопожарных формирований, защищающих якутские леса. Пожарами предыдущих лет и этого года пройдены миллионы гектар лесов Якутии. И нам необходимо решение по их восстановлению, в том числе по созданию крупных лесопитомников. Ещё один острый вопрос – надо ли утилизировать сгоревший лес или положиться на естественное самовосстановление лесов, как об этом говорят некоторые учёные. Над решением этих и других вопросов будет работать правительство республики совместно с муниципалитетами, с привлечением научных учреждений. Это направление станет одним из ключевых деятельностей НОДСЕВЕР, который в июле получил статус научно-образовательного центра мирового уровня. Я поручаю правительству Якутии разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров с учётом процессов изменения климата, игнорировать или недооценивать, которые больше нельзя. Свои предложения мы потом внесём на федеральный уровень, поскольку это проблема общая, – это вопрос будущего лесов всей нашей великой страны. Настоящая битва за тайгу только начинается. Дорогие друзья, земляки, как бы сложно нам не приходилось этим летом, каждодневная работа по борьбе с пожарами меня поддерживает и вдохновляет единство якутян. Я искренне горжусь и глубоко тронут нашими людьми, которые встали на защиту родной земли от лесных пожаров. Благодарен каждому, кто по долгу службы или, как доброволец, борется с огнём на передовой тушения пожаров. Благодарен всем, кто помогает как может, готовит еду для добровольцев, поддерживает их снаряжение, обеспечивает всем необходимым. И это говорит о том, что мы на правильном пути, что консолидация и единство для нас не просто слова, а суть нашего многонационального северного народа. Говорит о том, что нравственные ценности, патриотизм и самоотверженность присущи нашим людям независимо от национальности или от политических взглядов. Мы ясно видим это сегодня перед лицом небывалой угрозы. К огромному сожалению, в борьбе с огнём в Чарапчинском улусе погиб Элбагей Агасьевич Игитян. Знак глубокой благодарности и уважения всех якутян, сыну армянского народа, я принял решение о его посмертном награждении знаком гражданской дублести. Мы воздаём своё уважение и благодарность всем, кто сегодня борется со стихией. Вместе мы преодолеем все трудности, восстановим пострадавший Бескёль. Уже к 15 октября все его жители, потерявшие жильё, должны въехать в новые благоустроенные дома. Дети из Бескёля поедут в Артек, Орлёнок, в Океан. Жители с хроническими заболеваниями поправят здоровье в российских здравницах. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение об улучшении социальной инфраструктуры села. Сильнейшая засуха этого года очень сильно ударила по сельскому хозяйству, по кормозаготовкам. Эта проблема сейчас для нас не менее острая, чем тушение пожаров. Правительству поручено принять все возможные меры, чтобы помочь селянам сохранить скот, сохранить свои хозяйства. Работа идёт, и наши аграрии не останутся один на один с проблемами. Ситуация с лесными пожарами не помешает началу нового учебного года. Никаких срывов подготовки школ республики к приёму учеников 1 сентября не будет допущено. Эта задача будет выполнена, в том числе, конечно же, с соблюдением всех противоэпидемических требований. Уважаемые якутяне, борьба с огнём действительно сплотила нас всех. Уверен, что общими усилиями мы обязательно выстоим и выйдем победителями в борьбе с огненной стихией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...